Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим о том, почему некоторые люди не могут достичь своих целей, почему у одних в жизни получается, а у других какая-то засада, какая-то вечная ерунда, какой-то вечный стресс, какой-то момент триггера. И это как будто бы преследует человека на протяжении многих-многих лет. На что нужно обращать внимание и как нужно реагировать? Сейчас я буду давать вам некоторые условно важные моменты, на которые вы должны обращать внимание в своей жизни, дабы реализовать те цели, которые вам необходимо реализовать. Первый момент, на который нужно обратить внимание, вы на своем ли месте? Хотите ли вы заниматься тем делом? Хотите ли вы заниматься той деятельностью? Хотите ли вы заниматься той ситуацией, в которой вы находитесь? Будь то семейные отношения, будь то дело, которым вы занимаетесь, будь то что угодно, что дает вам толчок, энергию, что дает вам желание двигаться, просыпаться, создавать, кричать, ура, ура, день начался, ура. Сегодня я выполняю ту миссию, то предназначение, которое, в принципе, я даже не ожидала, что я могу настолько круто это создавать. И да, друзья, у кого-то это очень легко, у кого-то это достаточно сложно. И в чем здесь у многих сложность возникает при моменте триггера, при моменте стресса? Что здесь, на что здесь нужно обращать внимание, если идет такая внутренняя эндогенная депрессулька? Многие, многие люди, которые не могут достичь своих целей, они разбрасываются во внимание. Там Машка пошла, там что-то сделала, сюда пошла, туда пошла. Что-то такое хаотичное, непонятное происходит в их жизни на пути принятия решений, на пути реализации, визуализации и, как я говорю, компенсации. Именно тот человек, который не скомпенсирован, не скомпенсирован по внутреннему триггеру, по внутренней задаче, он болтается по жизни, шатковалка, не пойми как, и у него происходит какой-то хаос. Как нормализовать этот хаос? Как же достичь вообще какой-то цели? Друзья, вы знаете, что я и биохакер, но я больше клинический психолог, который работает с мышлением. Первое, на что нужно обратить внимание, это четкая цель. Цель, к которой вы должны идти каждый день, создавать условия, в которых вы сможете хотя бы немного реализовывать то направление, в котором вы хотите развиваться. Плюс, друзья, если у вас идут проблемы, связанные с непониманием, куда вы движетесь, что вы получите, что вы вкладываете, вы опять входите в ситуацию кризиса, в которой вы опять шатковалка, Машка пошла, пописала, покакала и нарисовала кружочек в своем блокноте. Это именно так выглядит в моих консультациях. Да, не все могут определить, не все могут вообразить и не все могут до конца реализовать. И это связано не только с мышлением, это связано с базовыми установками, это связано с также внутренними факторами. Если вы постоянно создаете организму условия, в которых вы болеете, тревожитесь, берете в голову какую-то ерунду, вы просто теряете свое время. Как же создать такие условия, в которых вы бы просто реализовывали то, к чему у вас идет вот это предназначение истории? Для этого не нужно много учиться, для этого не нужно много стремиться, для этого нужно начать делать. И делать, делать, делать в том направлении, в котором вы хотите результат. Именно это дает возможность получить цель. Но если к цели, на пути к цели у вас возникает, не хочу, сегодня животик болит, завтра у меня головка болит, послезавтра у меня муж приезжает, вот это все нужно убирать из головы и из жизни. Потому что если такая история продолжается, она не дает вам получить. Как только вы отступаете, получаете проблему, кризис в голове, и это как урок рисования. Я пришла на него раз в неделю и забыла, что у меня рисование. Если вы ставите цель, вы работаете в этом направлении ежедневно. Ежедневно болит голова, болит попа, болит правая пятка, болит еще что-то. Заклеили и продолжаете делать. Именно так, именно так, да, друзья, именно так будет результат.